нам нужен сегодня будет простой карандаш нам нужны будут кисточки можно одну потолще одну потоньше как удобно рисовать будем вертикально или горизонтально рисовать вертикально потому что вот этот козуар это высокая птица да но мы будем сегодня рисовать не целиком и нарисуем ее портрет водичка для акварели акварель сама непосредственно и если есть черный маркер или фломастер если нет таисия можно мелок жирненький да потому что он акварель не прячет если мелок жирненький я пока отодвину подальше да я еще взяла красный маркер но если у вас нет красного маркера ничего страшного так нас тебе сколько лет 99 вот просто мы с таисией знакомы мы вчера уже с ней занимались ну что давайте девчонки будем начинать есть но так он у нас толстенький такой вот а если сильно не давить у меня тоже толстый получится тоненькая полоска поэтому то есть будешь стараться ладно кончика маркера рисовать договорились ну что мои хорошие давайте мы сначала с вами посмотрим что же это за птица сейчас я вам ее открою вот она посмотрите мне не нравится что не нравится не вот эти вот не эти птицы нравится очень нравится да смотрите какие они интересные они их сравнивают с динозавром современным почему как вы думаете из-за лап из-за лап совершенно верно таисия посмотри какие у них лапы у них большие массивные лапы и на среднем пальце у них огромный коготь целых 12 сантиметров как кинжал поэтому да эти птицы очень опасные и посмотрите на их голову видите какой у них гребень да и внешне они тоже напоминают динозавров а скажите мне девочки как вы думаете летают эти птицы или не летают нет у них нет вообще они бы их не выдержали да у них есть крылья но эти крылья малы для веса этих больших птиц ростом эти птицы полтора метра целых вот у вас какой рост метр сорок пять вот представляешь даже еще выше чем ты и почти более чем да чем настенька но тем не менее весит они целых 80 килограмм вставляете такая тушка на лапках конечно ей тяжело подняться крылья их не выдерживают поэтому эти птицы у нас не летающие а давайте-ка посмотрим какой какие же цвета вы увидите на этих птицах измрудный голубой красный такой черный серый коричневый серо-коричневый бежевый вот тут вот на латы таися ты какой нашла цвет а никакой но посмотри внимательно вот еще оранжевый не назвали да смотри у них тут вот видишь на шейке оранжевый казуар не сразу такой яркий вы знаете что молодые казуары они не обладают таким ярким оперением а вот и самец и самец и самка вот такие вот да и самец и самка но самка больше чем самец по размеру получается вот где вы сейчас показываете это самочка такая вот это да представляете она больше чем самец такая но может быть может быть а еще посмотрите на голове у них есть такой урок и тоже чем старше казуар тем больше у них этот рок на голове но современные ученые еще не знают зачем он им нужен есть предположение что не используют его в драке когда дерутся а есть предположение что когда они бегут по зарослям чтобы их голова а не травмировалась и вот чем старше казуар тем больше у него урок как вы думаете какой из этих казуаров старше который самый самый большой вот это самочка да да и светишь у него какой длинный до гребень тут на голове вот этот рок он достаточно твердый вот и вырастает у них возраст так девчонки глазки у них посмотрите какие достаточно маленькие до клювы тоже небольшие и вы знаете что у них у казуаров очень плохо развитые зубы они питаются грибами ягодами лягушками мелкими животными но так как зубы у них слабо развитые они ищут камушки камушки проглатывают и эти камушки им перетирают пищу то есть они ее практически не пережевывают а используют для пережевывания камни и вот эти вот этим они очень похожи на динозавров например за работа они вот так вот именно и делали да да все верно что еще мы рассказать вам что живут они поодиночке они не живут стаями эти птицы одинокие и они очень не любят когда кто-то заходит на их территорию и если они видят какого-нибудь соперника другого казуара они сразу начинают драться начинают дрожать период стают и еще они могут нападать когда чувствуют опасность если опасность грозит особенно их детенышу и хочу вам сказать что убежать от этих птиц практически невозможно особенно человеку они развивают скорость 50 километров в час представляете как быстро они бегают поэтому бег убежать от них невозможно можно единственное спасение залезть на дерево а еще они очень высоко прыгают могут перепрыгнуть препятствия в полтора метра вот такие вот птицы поэтому лучше с ними свой рост перепрыгнуть свой рост перепрыгнуть поэтому они редко живут в зоопарках и парках потому что они очень агрессивные и часто нападают на людей на тех кто за ними ухаживает поэтому вот они живут в основном дикой природе вот такие вот у нас интересные птицы казуары если что-то вспомню про них еще вам расскажу ну что а теперь давайте будем с вами рисовать ну что девчонки вам видно отлично я уже сказала что мы будем рисовать портрет казуара поэтому сейчас я вам покажу это правда рисовал вчера мой сын примерно у нас получится с вами вот такая картинка видите такая яркая и начнем мы с вами рисовать с головы давайте нарисуем ему голову берем простой карандашик и рисуем голову смотрите верхней части листка чтобы у нас для перышек осталось и для шеи побольше места чуть выше серединки начинаем рисовать голову она у нас будет такая овальная помним что на карандашик сильно давить не нужно чтобы у вас у вас перевернутый листик получается перевернутый да у вас вверх ногами да что же делать я даже не знаю ну давайте я вот так тогда буду рисовать вот тогда я пожирнее обведу вот она у нас голова рисуем такой овальчик если получится неровно вы не переживайте потому что мы будем когда маркером обводить мы все подровняем с вами или с помощью ластика сначала тихонечко давим а потом уже давим посильнее да когда овал наш выравниваем вот видите меня тут тоже чуть-чуть неровная линия сейчас я ее подотру то есть овал нарисовала не нарисовала вот вижу у настеньки овал готов кто-то к нам еще присоединяется никита и похоже я узнаю никит мы уже начали уже посмотрели на картинку поэтому давай догоняй нас мы рисуем голову сейчас я тогда никите покажу кого мы будем рисовать еще разок никит будем рисовать вот такого казуара птицу договорились потом я еще раз включу экран и покажу тебе его ну что голова готова то есть это у тебя готова голова кивайте или говорите включайте микрофон и нас немного поэтому готова все услышу отлично ну что тогда мы нарисуем на голове его от роста крок вы можете сами придумать какой он у вас будет молодой или постарше если молодой можно сделать маленький до от роста а если большой старенький то уже можно побольше я вот сделаю большой хочется мне сделать ему такой большой от роста сначала легонько да а потом с вами обведем пожирнее напомним чем старше казуар тем больше у него на голове от роста пока такой гномик получается да ну давайте чтобы это стало похоже на птицу оказывайте отлично то есть покажешь мне нет почему хорошо хорошо тогда просто кивай ну теперь чтобы он у нас стал похож на птицу мы ему нарисуем клюв клюв у него помним острый да и такой не очень большой поэтому а можно другой конечно это уже сами там контролируйте регулируйте картонка неровная поэтому 1 1 вот 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 клюв можно подтирать и выравнивать как вам нравится смотри как когда мы будем обладать маркером он у нас у тебя прям идет вот вот так держишь от гребешка от гребешка до остренький чуть-чуть закругляем на голову так отлично так никит молодец ты нарисовала клювик нет смотри смотри вот 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 так давайте теперь нарисуем ему глаз да глаз у них рядом с клювом такой не очень большой но и не очень кто-нибудь запомнил какого цвета глаз не было видно не было видно сейчас посмотрим еще раз ну-ка давайте посмотрим видите он такой у него оранжевый смотрите у него есть зрачок давайте ему тоже зрачок нарисуем достаточно большой такой и роговица тоже такая толстенькая глазика вот прям динозавр получается да так вот такой меня верх ногами не очень удобно рисовать мне поэтому вот отлично никит показывай молодцы ребят то есть все нам чуть-чуть карандашом осталось потом будет попроще и теперь не нарисуем его шею помните какая она она у него синяя или и достаточно длинная вот от головы мы проводим линию вниз такую чуть изогнутую до из другой и на конце не такие вот такими как висюльки 2 сейчас я обведу пожирнее просто примерно вот так можно сделать подлиннее еще и нам останется теперь только ему сделать плечики до плечики у нас чуть ниже шеи начинаются и вот так просто в сторону мы их раз и обозначаем да помните говорил что мы будем рисовать портрет они всю птицу поэтому вот так обозначили как бы он на нас повернут но голову немножко отвернул да правильно в профиль ну что готов карандашный рисунок так плечики обозначил да вижу отлично то есть ты можешь не отклеивать не отклеивай все пускай все у тебя лежит не переживай ну что теперь берем черный маркер или фломастер или жирный мелок у кого что есть да смотрите у меня тоже маркер достаточно толстый поэтому если на него сильно не давить то все получится получится красивые линии но что давайте мы наш рисунок с вами обведем все что мы нарисовали карандашом только посмотрите когда мы будем обводить мы начнем с клюва да чтобы он у нас выделялся потом когда мы будем обводить акварелью начинаем с клюва обвели клюв да смотрите дальше когда мы обводим голову мы уже на клюв не заходим да помним начинаем вот так от головы обводим а теперь смотрите до конца не доводим а идем вниз на шейку голову не отделяем потому что у них голова плавно в шею переходит дальше выделяем глазик да такой глаз у них хорошенький можно потом можно зрачок даже побольше сделать теперь обведем гребень и обведем его плечики ну что получилось отлично очень красиво молодцы молодцы чтобы у нас он с фоном не сливался смотрите что мы сделаем сейчас на небольшом расстоянии обведем его карандашом еще раз по контуру рисунка вот так чтобы когда мы делали фон он у нас не сливался с фоном вот так обводим еще раз карандашиком по контуру и огородим его также еще раз черным маркером то есть сначала карандашом а потом эту же линию обводим вот так маркером этот картон неровный поэтому линии не очень ровные получаются а вы старайтесь ровненько делать вот так ну что получилось у кого получилось кивайте то есть тогда подождем и смотрите мы сейчас сразу обозначим ему перышки тоже черным маркером можно это сделать поверх акварели сейчас переверну а то мне так не удобно и вот так вот делаем ему перья да много много перышек делаем не верх ногами неудобно сейчас переверну покажу вот так чтобы они у нас сквозь акварель просвечивали эти перышки и прям маркером не боимся вот так смело смело делаем ему перья если акварель плотно ряд ляжет можно будет поверх акварели еще подрисовать не обязательно ровные в разные стороны делаем такое богатое оперение так ты решила таить себя вдоль грудки сделать да перышки тоже хорошо красиво а можно по всему да туловище сделать вот отлично отлично сейчас еще настеньку ждем настюш покажешь ага отлично молодцы молодцы еще чтобы у нас гребень наш был поярче давайте мы его тоже чуть чуть наверху вот так подкрасим черным маркером потому что он наверху потемней а дальше продолжим с вами акварелью да неровную линию делаем так чтобы он постепенно у нас светлел гребень готова 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 отлично ну что тогда можно брать краски и начинать раскрашивать уже акварелью ну что с чего начнем давайте начнем с головы чтобы у нас водичка потом была не темная начнем с головы голова у нас может быть голубая бирюзовая или синенькая может на начать цветом посветлее я вот начну синим цветом потому что голубой у меня испачкан хорошенько хорошенько и берем и закрашиваем обводим аккуратного круглаза и закрашиваем голову можно чуть-чуть залезать на шейку потому что если есть цвет потемнее можно будет поменять цвет а если нет то можно всю сделать да и аккуратно тут оставляем местечко для клюва так вот у меня тут есть потемнее синий я дальше буду шейку постепенно делать потемнее его вы можете сделать таким же цветом да прям заходим чтобы они у нас сливались акварель у нас любит сливаться вот так да как перышки настоящие можно даже добавить чуть-чуть фиолетового потемнее да чтобы у нас был такой яркий и смелыми мазочками и внизу мои хорошие оставим место для яркого оранжевого или красного да помните бородка у них такая висает оранжевая или красная какая как захотите как выберите цвет еще добавлю хочется мне поярче чтобы он был мой блестящий да ты что правда у них переливаются на цвету перья здорово ты придумала и делаем кончик нашей бородки да я наверное возьму такой вот яркий цвет оранжево-красный коралловый такой хочется мне ярким сделать рисунок и аккуратно закрашиваем если сливаются краски ничего страшного видите как красиво получается да когда цвет в цвет перью входит у меня весь будет блестящий голубой да ну ты ему украсть чуть-чуть внизу бородку помните у него такой глаз тоже такой красноватый оранжевый поэтому глазик золотой будет золотой ну хорошо золотой так золотой у меня такие краски акварельки да у меня вот нет золотого цвета и наверное блестящий розовый наверное ну что ну с блестками теперь ой камера у меня упала кот пришел ко мне и хочет мою камеру уронить оно у меня на специальном приспособлении висит ну что теперь нам понадобится с вами сейчас мы а я еще глаз не раскрасила не раскрасила ну давай крась будет 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 блестящий розовый будет хорошо я сделаю его шлем или рог темно-темно-коричневым вот такой будет у меня шлем я блестящий зеленым ну хорошо какой у тебя будет казуар весь блестящий можно сделать серый можно сделать черный черный, как вы захотите. Уступаю к блестящему зеленому. У меня он будет весь блестящий. Весь блестящий? Мне кажется, у них там, наверное, есть какие-нибудь маленькие перышки, такие блестящие, зеленые, как у Павли. Да, да, на свету они, конечно, переливаются, поэтому можно сделать блестящий. Ух ты, ты еще подмешала, да, тому охру? Нет, я не мешала. Это не такой цвет здесь будет в акварели. Такой получился в акварели? Да. Отлично. Ну что, друзья мои, теперь нам осталось клюв раскрасить и отперение, это все у нас черного цвета или серого. Блестяще черного. Ничего себе, у тебя все краски блестящие. Нет. Я сделаю такой сероватый, плотно не буду. Вот, только вот такие блестящие. Отлично. Аккуратненько. Я, мам, на гребешке закрасила блестяще черным. Ну, молодец. И осталось нам закрасить и перенье. Помним, что у молодых птиц, они темно-коричневые, а у взрослых становятся черные. Вот у меня птица взрослая, поэтому я закрашу черным. И у меня будет. И у тебя будет, да? Хорошо. Да, это он. А у меня еще и серый греб. Гребный есть. Еще и серый? Отлично. Ну, ты можешь чуть-чуть добавлять серого. Такими мазочками тоже мажем, как перышки, да? Не плотно. А так, кисточкой. Чтобы наш фломастер прозвечивался. Что? Ничего. Не слышу. Тась. Я сама себе это сказала. А, ты сама себе? Хорошо. Хорошо. Мама говорит. И закрашиваем все наши перышки. Ребята, я сказала, что эти птицы в Австралии живут? Да. 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 Да, Никита, ты не сначала, я еще раз расскажу, что они живут не стаями, а поодиночке. И очень не любят, когда заходят на их территорию. Они сразу начинают вести себя агрессивно защищать ее, поэтому могут нападать. А еще у козуаров самый-самый низкий голос из всех птиц. И она, кстати, вторая по величине после страуса. Страус самая большая, а следующая – козуар по величине. Я смотрела мультик «Ляутик», и там тоже были козуары. Здорово. И при таком же, как у меня получается. Отлично. Ну что, готовы к перышке? Нет. Нет еще? Ну давайте. У меня чуть-чуть осталось. Да, делайте. А у меня еще половина перенет. Ну ничего. У нас время есть с вами. Куча лови. Кто запомнил, сколько весит козуар? 80 килограмм. Да, 80 килограмм. А рост у него? Полтора метра. Полтора метра, совершенно верно. А какое его самое страшное оружие? Коготь. На среднем пальце 12 сантиметров длиной. Представляешь, Никит, 12 сантиметров коготь. Да, большой. Поэтому лучше с ним не связываться. И убежать от него тоже невозможно. Он развивает скорость 50 километров в час. Там был козуар. Единственное спасение это забраться на дерево. Да, забраться на дерево. Повыше. А то он же еще и прыгает на полтора метра вверх. Птичка называется. Да, но не летает. Из-за своего веса и слабо развитых крыльев. А как он пищу пережевывает? С помощью чего? Камушков. Будто динозавр. Да, проглатывает камушки. И пища перетирается. Ну что? Таися, я не вижу у тебя перья, что-то не закрашены. Так, а остальное? Смотри. До конца листа. Потом у тебя такой худенький. Давай, закрашивай. Он же большой. Смотри, какой объемный. Помнишь, у него какое туловище большое? Давай, закрашивай все. У меня как-то так получилось. Подсохает, и маркер лучше становится видно. Но можно, когда высохнет, еще прям сверху. Сейчас посмотрю. Да, подсохло. Можно еще вот сверху добавить. Будет еще ярче. Но подождите, чтобы маркер не испортился. Нужно подождать, когда хорошо высохнет. Акварель. И, друзья мои, осталось нам только фон сделать. Так как он у нас живет в Австралии, мы ему сделаем фон. Можно сделать зеленый, как будто он находится в кустах или в бетвях. А можно желтый, как будто он в солнце, в ярком. Какой будем фон делать? Выбирайте. Зелотой. Пустой. Ух, зеленый. Был такой балл. Да, кстати говоря, ребят, если у вас есть вдруг под рукой фломастеры или маркеры, то можно нарисовать, например, разные листочки. Да, там какие-нибудь тропические такие острые листочки, например. Чтобы они выделялись из фона. Ой, не видно, да? Сейчас потолще. Просто вверх ногами рисую. Да? Если есть там вот какие-нибудь такие острые листья. Видно вам, ребят? Или нет? Не очень. Не очень, да. Ну вот. Вот сейчас видно, видно. О, да. Примерно. Или длинные листья сделать, да? Или круглые листья. Как хотите. Да, солнышко падает. Можно сделать такие круглые листочки большие. В общем, как-то фон свой разнообразить. Или длинные с прожилками. Да, можно выделить их. Сейчас пойду. Подождете, схожу за маркером зеленым. Вот у меня есть такой маркер-кисточка. Смотрите, я несколько вариантов нарисую. Можно сделать вот такие, например, зеленые листики. С такими вот прожилками. Да? Можно сделать листики такие острые, колючие. Как у папоротника. Какие захотите. А я буду вот такой зеленой формы делать. Хорошо. Вот, поэтому, как вы сами захотите, можно сделать, да, несколько листиков и колючие, и такие более закругленные. Чтобы он у нас был в таких деревьях или в кустах. Да, выделим прожилки на листиках. Вот можно добавить такой листик небольшой. И потом уже сквозь эти листики. Ну, если нет, ничего страшного. Можно будет потом по акварели также нанести маркером. И начинаем закрашивать фон. Договорились с вами зеленый, да? Я вот хочу такой посветлее сделать фон. А я хочу такой поблестящий. Пожалуйста. И прям смело я иду по листикам, потому что они у меня выделены. И закрашиваю смелыми движениями. Мы с вами защитили белой линией нашу птицу. Поэтому можно особо тут не аккуратничать, а так смело-смело закрасить. Ребята, кто-нибудь был в Австралии? Я была максимум в Белоруссии. Вот и я не была в Австралии. Хотя там очень много интересных животных, которые водятся только там. Да? Вчера вот мы с Таисей коалу лепили. Она живет только в Австралии. Казуар, утконос, кенгуру. Да? Интересно. Муравьедом живет. Муравьед. Муравьед? Не знаю. Муравьед, он много где живет, в Африке. Наверное, и там тоже. Может быть. Видите, удивительно, что вот некоторые животные живут только в Австралии. и в близлежащих островах. Где у меня тут бледненько? Здесь бледненько. Ну что, готово? Когда будут работы готовы, покажите их мне, хорошо? Хорошо. А я, кстати, помню, что, кажется, вот у эвкалипта листья, они стоят ребром к солнцу. Поэтому от них тень маленькая. И мы так смотрим, как бы на Казуара, и получается, что листья тоже как бы встают поперек солнца, если она, допустим, наверху. Так, ну как у вас дела? Таисия, а ты внизу тоже решила зелень нарисовать, да? Нет, у меня будет вешка. Я еще не нарисовала. Я хочу зеленый блестящий смешать с обычным зеленым. Ну давай. Я тут решила немного похимичить над фоном. Сделала горизонт, но еще чего-нибудь нарисую там вдали. Здорово. Ну можешь сейчас пока девчонки докрашивать, нарисовать и показать, ну потом, что у тебя получилось. Никита, я не спросила, тебе сколько лет? Одиннадцать. Одиннадцать. Вы на дачах все или дома? Таисия на даче? Я тоже. Тоже на даче. А я дома. Ты дома, и я дома. Таисия на даче. 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 давайте вспомним что живут они поодиночке места ими что их сравнивают современными динозаврами из-за внешнего вида из-за того что они такие опасные и из-за пищеварения да еще я кстати знаю один факт что скорее всего птицы они на динозавр ты произошли кстати да ты права это были самые бежевые птицы только когда динозавры были совершенно верно таисия ты тогда наверху тоже сделай какой-нибудь фон может быть золотой солнечный ладно или очки ухты красота отлично очень не нравится очень не нравится насть то что у тебя получилось сейчас еще посмотрим что там у таисии с никитой и Продолжение следует... Продолжение следует... Ага. Смотрите, девчонки, видите, Никита еще тут веточки добавил. Ага. И сделал оперение более коричневым таким. Ну да, когда он молодой. Угу. Здорово. Так. Настя, давай твой тоже посмотрим на большом экране твоего... Твою работу. Ага. Отлично. Настя, чуть пониже отпусти, а то голову не видно. Или подальше. Да. Ребята, очень красивая работа у вас получилась. Мне очень нравится. Да, красиво. Угу. Таисия, ну давай, показывай, что у тебя получилось. Молодец, Настюш, очень здорово. Так аккуратно у всех. Интересно. И такие цвета получились у нас интересные. Таисия, покажешь? Я еще не доделала. Не доделала, просто у нас время заканчивается. А я потом... Ну давайте, пока Таисия докрашивает, рассказывайте, кто что запомнил. Позуары ростом 1,5 метра. Их весит 80 килограмм. У них средний куготь на пальце 19 сантиметров. И что они похожи очень сильно на динозавров. Потому что у них плохо работают зубы. Угу. А еще они бегают за скоростью 50 километров в час. И живут поодиночке. Молодцы какие. Отлично, почти все запомнили. А что они едят, запомнили? Мягкую пищу лягушек, плоды деревьев. Ну что-то такое мягкое. Мягкие животные. Да. А когда они начинают нападать? Когда на их территорию придет кто-нибудь другой. Да, да. Даже если тоже казуар, то они будут все равно драться. А еще когда опасность угрожает их детенышу. Да. Так в мультике. Казуар. Вроде казуар. А что за мультфильм? Как он назывался? Лео и Чик. А, понятно. А как определить возраст казуара? По оперению. И в рогу. И по оперению еще? Роги были. Да, в рогу. У молодых он маленький. Сначала там вообще такое просто обозначение шкурка. А потом он у них с возрастом начинает расти. А кто больше, самцы или самки у казуаров? Самки. Самки. Нет, самки. Да, самки больше. Так, что еще вспомним? Давайте. Все, наверное, да? Все вспомнили мы с вами. Да. Ну что, ребят, нам с вами пора прощаться. Спасибо вам за занятие. Спасибо, что вы так постарались. Таисия. Да, дорисовывай. Мама пришла. Хорошо. Надеюсь, вам занятие понравилось. Завтра можете подключиться. В 11 часов будем рисовать морского конька. Нужны будут маркеры или яркие карандаши, или фломастеры. А в 12 часов страуса Эму. Вот. Поэтому хотите в 11 подключайтесь, там я буду рисовать. А страуса Эму будете с другим педагогом. Рисовать, но тоже будет интересно. Поэтому смотрите. Ну что, ребят, до свидания. Очень красивой работы у вас получили. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания, было очень интересно к тому, что хороший результат. Ну, я рада, что вам понравилось и что всё получилось. Всё, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзо, Дима Торзо, Дима Торзо. Продолжение следует...